Повесть «Я люблю тебя давно» часть 13. Подзаголовки. Драгоценные мамины уроки. Юлия Кирилловна. Ее несчастная жизнь и счастливый поворот. Расставание с любимыми. В христианской жизни главное – не забыть о главном. В этом 2024 году исполняется 30 лет моего странствования с Господом. Я не перестаю изумляться глубокой безнадежной испорченности нашего природного сердца и одновременно непостижимому милосердию и долготерпению Бога к нам, грешникам. Казалось бы, уже обращенный к Богу человек, духовно прозревший, оценивший жертву Христа и ставший причастником Его естества, должен охотно и радостно идти по проложенному для нас Иисусом пути, опираясь на Его сильную руку и равнодушно глядя на приманки этого лживого мира, победно двигаться вперед к своей высшей небесной цели. Так я некоторое время представляла себе христианскую жизнь. И потому, когда на практике у меня случались поражения и провалы, я впадала в отчаяние, граничащее с желанием уйти из церкви. Наверное, эта святая жизнь не для меня. Не раз разочарованно думала я и даже как-то высказала эту мысль одной верующей, с которой мы дружили. В ответ она стала объяснять, что это не так, стараясь приободрить меня, но это не помогало. Позже мне стало ясно, что духовный опыт других людей может быть полезен, но в то же время каждый из спасенных Богом должен пройти через свои собственные трудности, чтобы утвердиться в вере и достичь уподобления Христу. Только тогда мы приобретаем способность свидетельствовать о нем людям своим преобразованным характером и обновленной жизнью. И в этом свое время мне очень помогло близкое общение с моей мамой, особенно в период ее тяжелой болезни. Она постоянно удивляла и восхищала меня своим отношением ко всему происходящему в ее жизни, да и вообще ко всему, о чем мы с ней говорили. Я как будто заново знакомилась с ней. Так сильно она отличалась от той мамы, которую я раньше знала. Постепенно мне открылся самый главный секрет этой глубокой перемены. Каким-то образом ей удалось полюбить Иисуса Христа до полного самоотречения. Это и помогало маме успешно побеждать свое уныние, недовольство и весь прочий негатив. Сама она об этом никогда не говорила и, думаю, даже не согласилась бы с моим выводом о ней. Напротив, мама считала себя в духовном смысле очень слабой и всегда с большой радостью старалась учиться у других верующих их навыкам хождения перед Богом. Не было ни одного случая, чтобы она о ком-нибудь сказала что-то критическое. Не говорю уже об осуждении других. Позже я поняла, как ей это удавалось. Мама научилась видеть себя ниже других. А в таком случае нетрудно удерживаться от обид или осуждения. Христос открыл нам эту тайну в 11 главе Евангелия от Матфея. Здесь Он объяснил, что только полная отдача себя Богу приносит покой душам нашим. А отдать себя Ему мы сможем только если, отвергнув себя, по-настоящему будем любить Его. И тогда иго Христа, то есть наша покорность Богу, будет для нас легким. Ведь исполнять желание того, в кого мы влюблены, совсем нетрудно. Напротив, это приносит большую радость. К этому откровению мама пришла через свою огромную любовь к Слову Божьему, к Библии. Мы с Олей удивлялись тому, как она в таком пожилом возрасте, при своей очень слабой памяти и почти непрекращающихся болях, может запоминать так много стихов из Библии. В то время, когда мама стала уже очень плохо видеть, она часто просила меня прочитать ей что-то из Библии или проверить, не забыла ли она какие-нибудь заученные наизусть псалмы, озабоченно добавляя при этом. Доченька, мне кажется, что я что-то пропускаю, когда мысленно повторяю их. Но при очередной проверке оказывалось, что мама ничего не забыла и все говорит в точности. Несмотря на неутешительный прогноз врачей, несрастающийся перелом шейки бедра, мама через некоторое время смогла понемногу подниматься и передвигаться с помощью ходунков. Она была невыразимо рада возможности снова посещать христианские собрания. Обычно в воскресное утро за мамой приезжал дьякон нашей церкви и помогал ей сесть в машину. Передвигаться с ходунками она могла только по ровной поверхности. А когда нужно было при выходе или входе в дом спускаться или подниматься по ступенькам, то этот дорогой брат переносил ее на своих руках в течение нескольких лет. Как-то я спросила маму, почему она смеется, когда брат Иван, то есть наш дьякон, поднимает ее на руки. Она ответила, потому что в это время я вспоминаю Божье обещание. До старости, до седины буду носить тебя на руках. И я радуюсь тому, что Господь исполнил это в точности. Доченька, мне даже кажется, что это он сам несет меня на своих руках. Я не раз замечала, что мама всегда вовремя вспоминает нужные места из Библии применительно к какой-то конкретной жизненной ситуации. Слово Божье ее наполняло настолько, что она в действительности жила им. Как-то я что-то делала в кухне и услышала ее стоны, доносящиеся из комнаты. Я поспешила к ней и, увидев на ее лице слезы, встревоженно спросила, «Мамочка, что случилось?» и тут же сама догадалась, что у нее очередной приступ сильной боли. Заметив, что я опечалилась, мама сквозь слезы улыбнулась и с трудом как-то прерывисто произнесла, «Ничего, это кратковременное, легкое страдание». Я вспомнила, что так действительно написано в Библии и поняла, что эти Божьи слова помогают маме переносить боль. Они были для нее живы и действенны. Однажды после того, как я в очередной раз помогла маме искупаться, она задумчиво произнесла, «Как же это хорошо, быть чистой и снаружи, и внутри!» Ее внутренняя чистота проявлялась прежде всего в ее отношении к людям. Даже узнав о чьем-то плохом поступке, мама никогда не спешила давать этому свою оценку. Я ни разу не слышала, чтобы она сказала о ком-то, «Как можно так поступать?» В случаях, когда в наших отношениях с мамой проявлялся мой плотской характер, она не возмущалась и не делала мне никаких замечаний, а вместо этого сочувственно молчала. И это помогало мне успокоиться и осудить себя, после чего все снова приходило в норму. Иногда я сердилась из-за того, что мама старается всех понять и оправдать. И я говорила ей, «Но ведь так нельзя! Зло нужно называть злом!» На это она чаще всего ничего не отвечала или же просто успокаивающе слегка сжимала мою руку. И мне становилось стыдно за свою так называемую бескомпромиссную горячность. Вообще меня восхищал ее преображенный характер. В боку она была совсем другой. Теперь мама никогда ни на что не жаловалась, но часто повторяла, «Как же Господь милостив к нам!» После того, как у нее произошел перелом шейки бедра, она вынуждена была долгое время лежать. Единственная маленькая комнатка, в которой жили трое – мама, Оля и Рома, мой племянник, была темноватой и очень сырой. Даже одежда приобретала запах плесени. К сожалению, на те небольшие средства, которые мне когда-то удалось собрать, можно было приобрести только такое жилье. Я надеялась на то, что позже моя сестра с сыном смогут купить что-то получше. Но это так и не получилось. Однако мама никогда не жаловалась на тяжелые условия жизни, а вместо этого всегда с благодарностью говорила, «Как чудно Господь позаботился о нас!» Помню, что через некоторое время после их переезда в Ужгород Оля подала документы на перемену гражданства. Без этого невозможно было устроиться на работу, а маме не могли выплачивать пенсию по возрасту. После рассмотрения документов в соответствующих органах Оля получила гражданство Украины, а маме выдали только вид на жительство. Мы с сестрой очень переживали о том, как мама воспримет это известие о том, что ей отказали в гражданстве. Но узнав об этом, она улыбнулась и сказала, «Слава Господу! Мое гражданство на небесах!» Вид на жительство давал ей право на получение пенсии, а все остальные преимущества статуса гражданства ей были не так уж важны. У мамы было слабое зрение, но она все равно постоянно читала Библию в очках с толстыми стеклами и дополнительно к этому использовала лупу. Я уговаривала ее не напрягать зрение и была готова читать для нее Библию вслух. Но она смущенно отвечала, «Спасибо, доченька, но мне так хочется видеть Божьи слова своими глазами!» Вскоре у нее совсем пропало зрение, и она не могла даже самостоятельно передвигаться. Когда кушала, старалась нащупать руками то, что стояло на столе. Но больше всего мама переживала от того, что не может теперь читать драгоценное для нее Слово Божье. Мы с сестрой повезли ее к врачу-окулисту. После обследования врач сказала, что один глаз восстановить невозможно, а второй можно попробовать в какой-то степени оживить искусственным хрусталиком. Она предупредила нас о том, что и хрусталик, и операция стоят довольно дорого. И к тому же на операцию нужно записываться в большую очередь. Мы с Олей приуныли, потому что у нас не было никаких средств на это дело. Но мама успокоила нас, сказав, «Если Господь усмотрел операцию, то он все устроит». Так оно и случилось. Не буду рассказывать обо всем в деталях, потому что эту историю я описала в рассказе «Царская дочь», который позже был опубликован в газете «Наши дни», а потом вошел в один из сборников моих рассказов. Добавлю только, что один верующий пожертвовал для мамы достаточную сумму денег, а другой взял на себя расходы по операции и устроил так, что ее сделали очень быстро и успешно. Искусственный хрусталик, который ей вживили в глаз, оказался такого высокого качества, что мама довольно неплохо могла видеть вплоть до своего перехода в вечность. Она была счастлива, ведь теперь у нее снова была возможность читать свою любимую Библию. После того, как мама начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков и к ней вернулось зрение, я иногда ненадолго оставляла ее, чтобы посетить Юлию Кирилловну, то есть ту безногую женщину, с которой мы познакомились в больнице. Она всегда ожидала меня с большим нетерпением, во-первых, потому что ей нечего было есть, а во-вторых, потому что она жаждала общения. Юлия Кирилловна жила в небольшой хрущевке, то есть малогабаритной квартирке, со своим приемным сыном Сергеем, который был беспробудным пьяницей и постоянно приводил в дом собутыльников. Я уже вкратце знала историю ее очень нелегкой жизни и тоже описала это в одном из своих рассказов. Муж Юлии Кирилловны, который уже умер, был военным, кажется, полковником. Жили они дружно, но детей у них не было, и они решили взять девочку из детского дома. Так они и сделали. А позже усыновили еще и грудного младенца, которого нашли в лесу грибники. Их приемная дочка Лена, которую я хорошо помню, оказалась очень больной, и Юлии Кирилловне пришлось с ней нелегко. К тому же характер у Лены оказался очень тяжелым. К своей матери она относилась равнодушно и постоянно что-то требовала у нее. Несмотря на свои хронические болезни и нерасполагающую внешность, Лена вышла замуж и переселилась в квартиру своего мужа. У них было шестеро или даже семеро детей, но семейная жизнь Лены не сложилась. Они с мужем постоянно ссорились и устраивали скандалы, после которых Лена приходила к матери жаловаться на жизнь и просила денег. Я часто беседовала с ней, и она с удовольствием выслушивала меня, но свою жизнь менять не хотела. Приемный сын Юлии Кирилловны, Сергей, тоже, мягко говоря, не доставлял ей радости. После того, как Юлии Кирилловне ампутировали ноги, он стал отбирать у нее всю пенсию, быстро пропивал ее, а затем опять требовал денег, угрожая расправой. Однажды, это случилось уже после моего знакомства с Юлией Кирилловной, Сергей обыскал ее и, не найдя денег, взял лезвие для бритвы и хотел уже полоснуть ее по горлу, но она успела прикрыться ладонями, и лезвие разрезало только кисти ее рук. Увидев кровь, Сергей опомнился, испугался и вызвал скорую помощь, но при этом пригрозил матери, чтобы она ничего не говорила врачу. Раны оказались довольно глубокими, и их пришлось зашивать. Я помню, как она несколько дней стонала от боли. Не буду рассказывать о других печальных событиях, их было очень много. Мне хочется только в очередной раз поблагодарить Господа за его удивительное долготерпение и любовь к нам, грешникам, за его огромный труд над каждой человеческой душой. Хорошо помню, как в начале нашего знакомства Юлия Кирилловна не желала ничего слушать о своей греховности и утверждала, что она тоже верит в Бога и что с ней все в порядке. В подтверждении своих слов она переводила взглядные иконы, висящие на стене возле кровати, и старательно осеняла себя крестным знамением. Но потом она попросила, чтобы я стала читать ей Библию. Из-за очень плохого зрения она сама не могла этого делать. Слушала Юлия Кирилловна с удовольствием и очень внимательно, но при этом говорила «Я согласна со всем, что написано в Библии, но веру свою никогда не поменяю. И к тому же я крещеная с детства». На это я ничего ей не отвечала и только молилась о том, чтобы Господь трудился над ее сердцем. Вскоре Юлию Кирилловну стали посещать и другие верующие из нашей церкви, которым я рассказывала о ней. Мы по очереди носили ей еду и ухаживали за ней. Только через три года после нашего знакомства она покаялась и затем очень захотела принять водное крещение. Я напомнила ей. «Вы же говорили, что вы крещеная с детства». Юлия Кирилловна ответила. «Света, ведь у меня тогда не было настоящей веры. Значит, это было только простой формальностью». Я удивлялась тому, как быстро Дух Святой стал открывать ей истину. Она стала совсем по-другому мыслить. Вообще с ней было очень интересно общаться. Она по-детски доверчиво принимала все Божьи слова и очень полюбила Иисуса Христа. Как-то она сказала мне, «Знаешь, раньше я думала, что никто не страдал больше, чем я». Потом я подумала, что так как я страдал только Иисус Христос. Но теперь знаю, что ни в чем не виновный Иисус Христос страдал гораздо больше, чем я, виноватая. Ее молитвы были очень искренними. Их невозможно было слушать без слез. Долгое время Юлия Кирилловна обращалась к Богу на «вы». Ей казалось, что говорить ему «ты» это очень неуважительно. Вспоминаю, как однажды она при мне помолилась так. «Господи, как же вам, наверное, трудно с нами, грешниками. Нас у вас так много, а все мы упрямые и гордые. А вы, Господи, совсем один, и даже помощников у вас нет». «Удивляюсь, как это вы успеваете за всеми нами присматривать и всем нам помогать?» Ночью ее боли усиливались и телесные, и фантомные. Фантомные, то есть невыносимо болели ноги, которых уже не было. Утром, когда я к ней приходила, она рассказывала, что всю ночь разговаривала с Богом, а Он был совсем рядом с ней. «Кажется, вот сейчас руку протяну в темноте и прикоснусь к нему», взволнованно говорила она мне. «Как хорошо, что Господь теперь всегда со мной». Ее приемный сын Сергей продолжал вести распутную жизнь, но перемены в характере и поведении его приемной матери изумляли его. Он даже попросил у меня разрешения взять у нее на время магнитофон, который я принесла. И после этого стал слушать проповеди в кухне. Но с пьянством расстаться никак не мог. Юлия Кирилловна очень переживала о нем и часто просила Бога. «Господи, пожалуйста, переделай моего сына, отними у него эту водку». К тому времени она уже перешла с Богом на «ты». И тут же во время молитвы, взглянув на меня, жалобно вставляла. «Ох, Света, вряд ли». А затем опять продолжала молиться. Моя мама, которая познакомилась с Юлией Кирилловной только по телефону, потому что обе они были лежачими больными, часто подолгу беседовала с ней, и они очень полюбили друг друга, хотя так и ни разу не увиделись во время своей земной жизни. После своего обращения к Богу, Юлия Кирилловна стала очень переживать и печалиться о том, что она не приносит никакой пользы для церкви. Посещающим ее верующим она нередко говорила, «Вы все столько трудитесь для Господа, а я только лежу и ничего не делаю». Ей стало так тяжело от этого, что она потеряла покой и даже начала сомневаться в своем спасении. Я стала просить Господа помочь ей, и Он дал мне нужные слова. «Юлия Кирилловна, я думаю, что вы не просто спасены, но что в вечности вас еще ожидает награда от Господа», сказала я ей, когда она в очередной раз начала сокрушаться о своей бесполезности. «Света, ты, наверное, шутишь?» печально спросила она. «Нисколько», возразила я. «Господь обещал, что Он прославит тех, кто прославил Его своей жизнью, а вы славите Его тем, что безропотно переносите ужасные мучения своей болезни. Значит, вас ожидает награда. Ведь Богу не так важно, какой труд мы совершаем для Него, как то, кто мы есть и кем стали во Христе. Я даже не ожидала, что эти слова так подействуют на нее. Она не просто успокоилась, но вдохновилась и с тех пор никогда больше об этом не переживала. Молодежь нашей церкви очень любила навещать Юлию Кирилловну, потому что она не жаловалась на свои трудности, но вместо этого с тонким чувством юмора рассказывала им о каких-то случаях из своей жизни, благодаря при этом Бога. Вообще о том, как Господь изменил ее, какой огромной радостью наполнил ее сердце, можно рассказывать очень много. Но рамки небольшой повести этого не позволяют. Добавлю только, что свою земную жизнь Юлия Кирилловна закончила с твердой живой верой в своего Спасителя. После этого ее приемный сын Сергей несколько раз посетил наши христианские собрания, но вскоре куда-то исчез. Позже нам стало известно, что он заболел какой-то неизлечимой болезнью, но встретиться с ним так и не удалось. До сих пор неизвестно, сокрушил ли он свое сердце перед Богом или нет. Приемная дочь Юлии Кирилловны, Лена, умерла от тяжелой болезни еще при жизни своей матери. Помню, что при встречах со мной Лена утверждала, что она уже верующая и даже является членом Евангельской Церкви. И хотя ее жизнь не подтверждала этого, только Господь знает, где сейчас находится ее душа, а также души тех, кто не примирились с Богом видимым для нас образом. Возможно, кто-то из них по милости Божьей все-таки успел обратиться к Нему в последние минуты своей жизни, а кто-то навсегда лишился такой возможности. Как неразумно и опрометчиво откладывать этот самый важный вопрос на конец своей жизни. Ведь никому из нас неизвестно, когда это случится. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, Божий, не оказался кто из вас опоздавшим. Предостерегает Слово Божие. В рассказе о Юлии Кирилловне мне не хотелось, так сказать, уклоняться в сторону других событий, и поэтому не удалось сохранить их хронологию. Юлия Кирилловна перешла в вечность, как мне помнится, в 2008 году, а за два года до этого, в 2006, закончила свое земное странствование моя мамочка. Она тоже ушла к своему любимому спасителю легко и быстро, с миром Божьим в сердце. Конечно, нам с сестрой очень нелегко было пережить расставание с мамой, но ясное осознание того, что наша разлука только на короткое время, ободряло и поднимало наш дух в эти тяжелые дни. Мама прожила с Господом всего 14 лет. Она всегда была тихой, незаметной и, кажется, ничего особенного не совершила. Ей удалось только всем сердцем полюбить своего Господа и ближних, как себя. Именно об этом говорили в те траурные дни верующие. Они вспоминали о том, как просили мою маму помолиться за какую-то нужду и добавляли «Сестра Мария, ваши молитвы Бог точно услышит». Я не могу представить маму не молящейся или с недовольным лицом. У нее был очень большой ходатайственный список, который постоянно пополнялся новыми именами и нуждами. Мою маму очень любили в церкви и после ее перехода в вечность одна из наших верующих, сестра Ирина, написала в память о ней стихотворение, которое было опубликовано в газете «Забытый алтарь». стихотворение «Молитвенница». «Когда молитвенница покидает землю, то на земле становится темней. Молитвы, что собою мир объемлют, как звездный шлейф уходит вслед за ней. А в то же время в вечном царстве света одним лучом становится светлей, сияющим лицом вессон одета. Она предстала пред царем царей. Войди, войди, возлюбленная Богом, ты на земле свершила, что могла. Молитвы сделала ты очень много. Там, где была ты, отступала мгла. Там, где была ты, возносилась песня, и вновь звучали строки о Христе, и слово веры и любви небесной от раду приносила душам всех. Прощенная, спасенная, святая, добрейшая из матерей земли, для дочек ты благословением стала, спасенные для Бога и они. Теперь ликуй в неизреченной славе, твои дела пришли вслед за тобой. Ты вечная, и труд твой переплавлен, венец чистейшей пробы золотой. Да, действительно, мне трудно представить маму немалящейся, но это не значит, что она, постоянно прикрыв глаза, что-то шептала. Просто у нее, по-видимому, было непрерывное внутреннее общение с Богом, и это проявлялось во всем, в ее словах, выражении лица, в ее реакции на зло и в постоянном глубоком сердечном мире. Сейчас, когда я вспоминаю о ней, а также о некоторых других уже перешедших вечность, так сказать, незаметных верующих, которых я хорошо знала, то думаю о том, что хотя они не совершили каких-то больших дел и были известны очень немногим, но эти драгоценные Божьи люди смогли сделать в земной жизни самое главное, отвергнув себя, отобразить своей жизнью Христа. Они успели своим измененным небесным характером привлечь к Богу других людей. Отдавшись полностью Богу, они спасли до конца и себя, и слушающих их. Как важно для нас следовать этому примеру и, как написано в Библии, взирая на кончину их жизни, подражать вере их. Ведь дело венчает не начало, а конец. Как много тех, у кого был очень хороший старт, но у которых их духовная жизнь вскоре ослабела и закончилась печальным финалом. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, предупреждает Слово Божие. Позже мне приходилось присутствовать на похоронах верующих, которые являлись членами церкви около 50 и даже больше лет. Но при этом у многих хорошо знающих этих людей было сомнение в спасении их душ. Возможно, что к концу своей жизни они утратили спасительную веру и соблюдали только религиозные формальности. О нет, эти верующие не совершали каких-то грубых грехов, за которые отлучают от церкви. Однако их повседневная жизнь и необузданное проявление плоского характера свидетельствовали о том, что они постепенно разобщились с Богом или же никогда не знали Его. Поэтому и получилось так, что свою начатую со Христом жизнь они не сохранили до конца. Очевидно, где-то произошел духовный сбой, но им не захотелось в этом разбираться, потому что нашей плотской природе всегда проще плыть по течению. В своей земной жизни Иисус Христос не раз предупреждал верующих о необходимости бодрствовать, то есть не расслабляться, но постоянно вникать в себя и в Его учения, чтобы не потерять веру. И это очень важно для того, чтобы устоять до конца. Часто мы успокаиваем себя тем, что много трудимся для Бога, но при этом бываем невнимательны к состоянию своего сердца, и это очень опасно. Религиозная активность не может заменить труд над своей душой, которая нуждается в постоянном очищении и освещении. И потому, взирая на кончину жизни некоторых верующих, я извлекла для себя очень важный урок. В христианской жизни главное не упустить главного. Мое стихотворение, посвященное маме. Книга Иезекииля, 19 глава, 10 стих. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды. Плодовита и ветвиста была она от обилия воды. Так как ты меня умела слушать, из людей никто уже не может. Ты мою встревоженную душу гладила ладонью осторожно. Где слова ты находила, мама? Как бальзам они лечили сердце. Я тебе тепла давала мало. Я твоим теплом спешила греться. И когда сердилась я бывала, а потом прощения просила, ты меня так крепко обнимала и молилась, Господи, спасибо. Я лелеяла свои обиды, утешала ты меня поспешно. Злилась я, а ты всегда любила и без меры раздавала нежность. Мамочка, сейчас ты в царстве Бога, средь святых, достигших совершенства. Ты страдала на земле так много, но дошла до вечного блаженства. Возлюбив всем сердцем Иисуса, ты меня зажгла к Нему любовью. И когда на небеса возьмусь я, буду славить Господа с тобою. Не хочу больше внутренней мертвости, и поскольку всесилен ты, отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. Отними мою душу черствости, исцели от глухой слепоты. я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу праздности, не позволь меня обмануть. Отними мою душу праздности, не позволь ей меня обмануть. Попрошусь неотступной твердостью твердостью ради вечной твоей любви. Отними мою душу гордости, растворенной в моей крови. отними отними мою душу гордости, растворенной в моей крови.